Горячая вода вот эта, ну совсем не бывает. С тазами и пятилитровыми бутылками Раиса Сатыполдыева с апреля живет в режиме ожидания воды. Во всей деревне Каргали перевои с питьевой. Здесь ночью дежурят, чтобы добыть хотя бы каплю. Ночью немножко набирали хотя бы там, ванну тазом собирали детскую. А на этом деле вообще ничего. Секраны пересохли на вторых этажах. У Дины Минобуддиновой двое мальчиков. О прохладном душе во время жары пришлось забыть. Большая стирка – непозволительная роскошь. Участливый ребенок в трусиках ходит. Вот немножко с водичкой помоем в тазике и вешаем на балкон. И все. А остальную одежду все увозим. Жители деревни сейчас этот родник – единственный источник воды. Используют и для питья, и для бытовых нужд. Рассказывают, что здесь уже, как в старину, полощут белье. Когда здесь наладят водопровод, пока неизвестно. Ремонта нету, потому что слишком много утечков. А делать не приезжают. Трубы старые и все в дырках. Так сами жители села объясняют низкое давление в водопроводе. За решением проблемы идут то в сельсовет, то в водоканал. Они сельсоветка обращаются в водоканал. Письмо написали мы 3 июля по шарнину Сергею Михайловичу. Это водоканал? Да, водоканал. Администрация села тоже пишет, чтобы пришла вода. И это не первое письмо чистопольскому водоканалу. Добыть питьевую сам сельсовет не в силах. На финансирование этих ремонтных работ у нас нет таких средств. Водоканал ведет свои поиски. По их версии, причина засухи в деревне кроется в незаконных подключениях. Одну подобную врезку в основную магистраль сегодня нашли. Мы думаем, куда-то с закачкой идет в какие-то подземные емкости. Потому что по приборам учетом у нас заходит порядка 200 кубических метров. А в чистопольском районе проблему видят в насосе. Говорят, что сейчас устанавливают дополнительный. Экономить и пользоваться водой. По графику пока главный совет администрации. Просто на целый день открывают шланги. Оттуда бежит вода. Нужна, не нужна. Она же бежит. Мы этой работой тоже занимаемся. Жители между собой тоже должны как-то прийти к какому-то единому решению. В Каргали водоатаки продолжат поступать по старым сетям. Сначала трубы проложат в селах, где вовсе нет коммуникации. Правда, все же пообещали. Отремонтируют еще один насос, чтобы вода пришла в деревню завтра. Альбина Минибаева, Игорь Романов, ТНВ, Чистопольский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова